всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду постоянные зрители канала помнится периодически в выпусках кулинарной пропаганды принимают участие два моих малолетних оператора а это я вам доложу такие хитрые товарищи никогда не угадаешь что им понравится что нет и родители понимают как сложно для юных джентльменов подобрать еду которую они гарантированно будут есть поэтому я регулярно просматриваю все доступны мне источники новых рецептов кулинарные журналы интернет блоги facebook и так далее и периодически то что на мой взгляд их может заинтересовать сейчас они школе поэтому я могу так свободно с вами разговаривать так вот то что их может теоретически заинтересовать я пробую и вчера я увидел один такой рецепт вечером его опробовал и мелкие мои с большим удовольствием стрескали чем мне понравился тем что готовится примитивно просто продукты для этого блюда есть практически всегда мы периодически варим картошку в мундирах и вот у меня таких вот четыре картофель на осталось и сейчас я покажу что нужно сделать все элементарно давайте приступать по сути это обычная запеченная картошка обернутые беконом фаршированные сыром для начала нужно отрезать так скажем верхушку и низ плоско а потом вот эту вот сердцевину аккуратно удалить освободив место для сыра ну и то же самое надо проделать с остальными четырьмя картофелины как видите просто теперь отрезаю по кусочку сыра для каждой картофелины какой сыр вы будете использовать в данном случае целиком полностью на ваш вкус главное чтобы кусок который вы будете запихивать в картошку торчал вот приблизительно на сантиметра два наверное это чтобы побольше он растопился при запекании и вытек но теперь нужно вернуть беконом бекон в данном случае использую конечно покупной потому что тот бекон который я готовил сам мы уже съели если кто-то пропустил посмотрите вот этот ролик это бекон вареный копченый сухая засолка очень классный получается можно кстати использовать также и бекон сыровяленый сыр и копченый его тоже готовил показывал вот в этом ролике щелкайте смотрите но можете покупной на ваш вкус целиком полностью вот оборачиваю вот так ленточку сюда ну наверное вторую сюда ну и чтобы ничего не разваливалась надо заколоть все зубочистками у меня такие корявые вообще не страшно и точно также обхожусь со всеми остальными картофельными все теперь отправляю это дело в духовку температура приблизительно 200 градусов время 25-30 минут следите за состоянием картошки когда сыр расплавится а бекон запечется значит можно доставать если бекон слишком сильно начнет запекаться туда же подгорать вытаскивайте либо павтябой а сейчас надо добавить яркость этому блюду для этого я собираюсь смазать снаружи эту картошку бекон соусом соус обычно покупной соус для барбекю можно конечно и самостоятельно приготовить но для такого простецкого быстрого блюда не вижу смысла и аккуратно размажу этот соус по бекону сам по себе бекон поджаренный и жирноватый такой а соус добавит кислоты и сладости одновременно ну так будет нормально теперь все то же самое с остальными картофельными все и убираю еще на 10 минут в духовку для того чтобы слегка слегка сахар который содержится в этом соусе барбекю закармелизовался все готово остается только украсить и попробовать сверху положу ложечку несладкого йогурта а вы можете сметаны к примеру по жирноте сами смотрите вот и для дополнительной остроты несколько капель зеленого табаско И давайте уже попробуем что-то внутри Смотрите Сыр расплавленный, отлично Ломтик картошки Йогурт И кусочек бекона Какое простецкое привычное сочетание И, собственно говоря, понятно, почему вчера Мои малолетние операторы с большим удовольствием это дело стрескали Поэтому, если перед вами стоит задача накормить детей Гарантированно смело берите на вооружение Спасибо за компанию Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...